Всем привет, друзья! С вами Закупач. И извините, что запоздал с выпуском обзора на этот крутейший ралли-чиз-конструктор из магазина Красное и Белое. Всего-то за 60 рублей. В коллекции 6 персонажей. Вот здесь они все нарисованы. И я думаю, мы сегодня должны собрать всю коллекцию, потому что у меня полная коробка. Если будут повторки, мы их будем убирать в сторону. Итак, ралли-чиз. Устрой сырные гонки, собери всю коллекцию. Вот сзади нарисована вся коллекция. Мне они напоминают персонажей Майнкрафт. Напишите в комментариях, кого они вам напоминают. Ставьте лайк. И мы начинаем распаковку. Вот если будут попадаться повторки, то я их буду откладывать. Ну, распаковывать не буду. Вот, тут даже есть наклеечки или что это. Ладно. Там внутри есть вот такая инструкция простейшая. Видите? И мы должны собрать вот этот автомобиль. Автомобиль с сырным человечком. То есть сырный автомобиль с человечком внутри. Ну, давайте я быстренько его соберу. Ну, и, ребят, вот такая машинка с человечком у нас получилась. Это такой какой-то цвет мятно-зеленый. Ну, цвет мяты. И мы человечку вот так сюда вставляем. Вот, и все. И он у нас готов кататься. У человечка крутится голова. Да и все, больше он ничего делать не умеет. Ну, слушай, прикольно. За 60 рублей это офигенски. Офигенски мило выглядит. Мне очень понравилось. Вот, ездит. Да ездит вроде как нормально. Ну, не супер, конечно. Лего-машинки получше ездят, если честно. Ну, в целом ездит нормально. Итак, мятный человечек у нас уже есть. Давайте собирать следующего. Я уже примерно научился их собирать. Так, это у нас фиолетик. Фиолетика у меня не было. Вот так он должен выглядеть. Смотрите. Ой, ему на уши одеваются. Это у них у каждого какие-то свои аксессуарчики присутствуют отдельно. Он еще такая ездит хорошо. Да, ездит хорошо. Давайте я вам сейчас покажу, как его собирать надо. То есть мы берем вот такие ножки, видите, слитые. Соединяем их между собой. Хоп. Собрали. Потом мы берем рубашечку. Вот. У него, смотрите, бабочка. Потом мы берем его голову. Ручки у нас просто сосисочки. Причем их можно вставлять как глубоко, так и не глубоко, чтобы они торчали подлиннее. Если я их сильно надавлю, то они вообще скроются практически в теле и не будут заметны. Такая шлем. Интересно, с Лего они совместимы? О, лишь можно дать какую-нибудь Лего детальку? Вон там Гарри Поттера стоит. Вот, дай мне эту, Гарри Поттера прямо, фигурку. Да вот, и Гарри Поттер стоит, говори. Да, да. Вот. Берем Лего фигурку. Опа. Все. Все совместимо. Абсолютно совместим с Лего. Держите, пожалуйста. Спасибо. И смотрите, у этого персонажа у него вот такие ушки сделаны почему-то. Зеленые. Не могу понять почему. Какой-то он Астерикс, Абеликс. О, почему-то так они его сделали. И теперь мы просто собираем ему машинку. Машинка собирается по Олеговским канонам. Мне нравится, знаете, что в этом конструкторе? Что очень плотно встают детали, и ты не боишься, что у тебя все развалится, как это бывает в других машинках. Так, вот так мы его собираем. Вот такой сыр получается. Вау, у него прям машина-спойлер. Смотрите, какая. Спорткар. И колесики довольно-таки хорошо сделаны, без заусенцы. Видите, как колесо хорошо крутится. То есть так, хопа, крутится отлично. А в этих подделках Лего бывают машинки отвратительные. Ну, правда, с луба, вот эти всякие фирмы, они хорошо делают. Короче, которые аналоги Лего продаются в детском мире, они норм. Но они стоят дорого. А вот это за 60 рублей, где ты еще такую машинку найдешь. Как она едет? Едет опять же супер. Супер-пупер, слушай, мне очень нравится. Мне кажется, такие конструкторы можно продать по 150 рублей смело. А вы, ребят, напишите, сколько им цена. Так, собираем следующего. Кто у нас здесь? О, снова, снова новиночка. Такого у нас еще не было. Ой, смотри, какой прикольный. Ну, давайте в ускоренной съемке я его соберу. Опачки, ребята, а я собрал. Смотрите, какая клубничка. Я бы назвал ее клубничка, а сыр у нее почему-то какого-то цвета. И смотрите, все-таки бракованный есть. Видите, какой-то черный цвет. Это какая-то брак покраски. Ну, так. Ничего страшного. Опа. Опа. И вот такая тачка получается. Вот это зачет. Ездить нормас. Давайте следующий посмотрим. Мы уже собрали половину коллекции. Опа. Еще один новенький. Слушайте. Тебе везет. Мне вообще везет. Давайте соберем. Это какая-то пчелка. Ну, ребятки, это пока самая лучшая моделька, потому что это реально пчелка. Мне она напоминает даже вот эту девушку из кухни, которая в Билайне рекламу снималась, которая это, чебурашку озвучивала. Рыжуха. Как ее зовут? Рыжуха. У нее имя есть какое-то. Короче, вот такая пчелка, и мы ее вставляем в машинку. И получается просто пушка-гонка. Вы посмотрите, этот сырок, его хочется съесть сразу же. У нее сзади крылышки, рожки. Это топ-1 пока что. Вот эта фигурка, это реально топ-1. И едет она, едет отлично, как и все. Так, ну давайте, надеюсь, сейчас будет без повторочки. Это у нас, по-моему, повторка. Нет, другая. Уж прикол. Собираю. Ребятки, ну этот мне тоже очень понравился. Смотрите, я просто неровно дышу к синему цвету. Он такой синий, прозрачный. Смотрите, он не просто синий, он как будто прозрачный, он будто бы редкий. Будто бы какая-то легендарка выпала, и похоже, как будто бы в темноте будет светиться. Но, разумеется, в темноте это вряд ли будет светиться. И вот такая фигурка с шапочкой, вот как будто бы он в тюбетейке. Опять же, ушки у него такие странные. Вот, видите, двойные. Может быть, это шапочка какая-то такая супер-пуперская. И в целом машинка выглядит, ну просто офигенно. Это второе место. Первое место все-таки пчела. Второе место отдаю. Ой, ездит хорошо. Отдаю вот этой штучке. Смотрите-ка, что нам осталось последней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Давайте, может, я буду надрывать и подсматривать просто? Ладно, надрывать. Так, это у нас повторка. Убираю. Повторка раз. Так, это у нас пчелка. Пчелка мы классная. Повторка два. А нам нужен какой? А, нам нужен вот этот с рогами, который дьявол. Он типа дьяволенок. Так, это синенький. Прикольно все, что здесь похоже. Угу. И потом пошло-поехало. Три пакетика. Так, это с красными ушками. Это синенький. Ну, нет, пожалуйста. Хочу всю коллекцию. Пчелка. С красными ушками. Походу, всех... Они, наверное, лежали сверху, вот эти с рожками. Первые, ну, первые фигурки из партии. Поэтому их разобрали. Нет. А, красные ушки. Получается, самые часто встречаемые, это красные ушки зайчика. Это все у нас повторки. Итого, ребятки. Сейчас я вам покажу, кого нам не хватило до полной коллекции. Вот самого первого, видите, с рожками. Вот этого. Красный сыр. Чедр, так сказать. Я чедр люблю. Можете, кстати, придумать название сыров для них. Так, может, все повторьте, это и убираю. Ну, ладно. Одного не хватило. Я думаю, это ничего страшного. Давайте составлять рейтинг. Кто мне понравился больше всего? Ну, топ-3, как обычно. Так, топ-3. Ну, первое место я отдаю пчелке. Вот. Пчелка первое место. Второе место я отдаю синенькому сырку. Вот этому он полупрозрачный. Второе. И третье место, наверное, я отдам вот этой красной зайке. Все равно она мне нравится. Выглядит круто. Вот это топ-3, которые мне понравились больше всего. Классно выглядит. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Алиса, как называется синий сыр? Нашлось в интернете. Голубой сыр – это полумягкий сыр с острым соляным вкусом. Его готовят из культур съедобных и сухонесилиям, придающий пятнам или прожилкам по всему сыру... Всем пока, до новых встреч.